Микс Ньюс Директор Музея Головных Уборов Александра Чудновская в гостях в студии. Здравствуйте! Здравствуйте! И прежде всего, что это за чудо? Что это за чудо? А я пришла не с пустыми руками, с нашим экспонатом одним из музеев, азиатская шапочка такая вот. Это что-то вьетнамская, да, наверное? Или камбоджская? Ну да. Ну, скорее всего, это вьетнамская азиатская головной убор. Но я хотела показать еще помимо нашего экспоната, что мы уже адаптируемся под новые ситуации сегодня с нашим вирусом, всей этой историей. И мы стали создавать для наших будущих посетителей свои уникальные такие вот головные уборы, которые можно сделать собственными руками. Я думал, это маска. Нет, это не маска. Это шапочка, разработанная художниками. К нам нужно прийти, ее разрисовать, разукрасить, вырезать. И вот с такой вот шапочкой пойти гулять. Так. Замечательно. Ну, расскажите в двух словах, как вы пережили и переживаете вообще весь этот кошмар в музее, на сколько время он открылся? Да, смотрите, значит, музей открылся на прошлой неделе. Мы его открыли 4-го числа. У нас просто по понедельникам и выходные. Я хотела открыть 1-го числа, как День Всемирной Защиты Детей, но мы решили, что мы сделаем откровенность 4-го июня. Мы, конечно, как и все музеи в мире, и не только и у нас в Латвии, мы все немножечко попали в такую, мягко скажем, неожиданную ситуацию для себя. Да. Вот. И никто не знал, и в принципе даже на сегодняшний день мало кто знает вообще, к чему это все идет и как это дальше будет развиваться. Очень просто объясню. То есть про туризм вы, наверное, много слушали, а вот с точки зрения культуры мы примерно туда же идем. То есть мы все работали, жили, было большое количество программ для детей, для взрослых, и не только в нашем музее. Собственно, я думаю, что это коснуло всех музеев, выставки, проекты, которые везде по всему миру выставляются. И вот в один прекрасный день, значит, у этого самолета выключаются все винты. Мы еще планируем и летим, и думаем, ну сейчас эта ситуация пройдет, и мы как-то немножечко адаптируемся и придем в себя. Но сами знаете, то есть в какой-то момент это выключается абсолютно полностью. И я очень хорошо помню, была такая даже ситуация, когда я сама от себя не ожидала, я подумала, господи, что же будет дальше. Да, потому что действительно это вот система абсолютного выключения. Но вы же не государственный музей, то есть есть государственные, которые получают, ну то есть какой-то... А мы зависим очень от посетителей, и для нас очень важно, и мы зависим от детей. И когда нам сообщают, что закрываются все школы, всех детей разбирают по домам, все школьные программы, все детские дни рождения, да, то есть запрещено собираться вообще больше двух человек. И в принципе для нас это, с учетом, что мы были, как раз работаем очень активно с детьми, со школами, для нас это вообще была катастрофа. Ну слава богу, как говорится, все время проходит, ко всему можно привыкнуть, это как холодный душ, который мы получили, и какое-то время мы находились в абсолютном непонимании того, что мы будем делать дальше. Вот, но потом уже постепенно, когда смотришь, что происходит и по миру, и где все как развивается, да, ты понимаешь, что рано или поздно это пройдет, и тоже должно как-то это начать налаживаться, и к чему-то должно приводить. Но мы же видим, вот вы сказали, живые люди, да, то есть мы точно так же сегодня очень, ну как бы мы практически никого не видели, все сидели, да, работали дистанционно, и сейчас вот так вот сказать, приходите к нам в музей, я говорю всегда, я говорю, приходите, да, но сами знаете, да, сегодня люди очень с осторожностью, теперь у нас идет обратная, как говорится, ситуация с большой осторожностью выходит из-за этого вот карантина, да, потому что уже, ну, мы понимаем, вроде вирус был, и мы, конечно, очень уважительно к этому относимся, все ситуации, да, но люди с опаской, боятся, а для нас, для музеев, да, я сейчас буду говорить уже не за государственность, а за наш, вот как вот мы частные, нам, конечно, в этот момент еще и вторая волна усложнения пришла, поступила, то есть мы должны адаптироваться под новые условия, а что это значит? Мы должны обеспечить расстояние, в общем, как вы все это знаете, там, специальными средствами защиты, у меня должны администраторы находиться в специальных масках, да, и вот это все для экскурсий, я уж не говорю про наш мастер-класс для деток, которые приходят, ведь тоже есть свои условия, и тут, поскольку мы небольшой музей, у нас не помещение там в пятиэтажный дом, а те, кто у нас были или еще не было, приходите, он у нас уютный, небольшой, и я понимаю, что у меня новое препятствие, мало того, что если я сейчас откроюсь, да, и я буду рада видеть посетителей, мне еще нужно сделать так, чтобы я могла их принимать в соответствии с новыми правилами, вот, и это для нас был очередной челлендж, но мы с ним справились, мы открылись, и сейчас единственное, какое изменение пока что ввела, да, это то, что мы работаем четыре дня в неделю, мы, скажем так, это не тестовый режим работы, но это режим работы, который позволяет нам посмотреть вообще интерес людей, вообще люди просыпаются, как вообще происходит вот этот выход из этой ситуации. Ну и как впечатление? Вот, могу рассказать, за четыре дня абсолютно прямая, правдивая, как всего. В вторник, среда, четверг, пятница. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Четверг, пятница, суббота, воскресенье, с двенадцати до шести, и вот вам расскажу реальную статистику, как сегодня, это очень модные все слова, к нам по билетам пришло четыре человека, и у нас была уже группа из семнадцати детей. Нам позвонила учительница из одной школы рейшских и сказала, пожалуйста, возьмите нас к себе. Это вообще звучит, у меня эти телефонные звонки, они очень впечатляют. Такое ощущение, что все, у кого есть дети, они прямо начинают звонить, так аккуратно спрашивают, скажите, а вы работаете, а вы можете, пожалуйста, вот, чтобы провести экскурсию для детей? Я говорю, ну, конечно, мы возьмем. Так что у нас итого получается двадцать один человек за четыре дня. Вот, ну, хоть что-то. Послушайте, мы не главный музей в стране, да, мы интересны по-своему, да, но, тем не менее, ситуация произошла. Вот, а еще интересно, с чем мы сейчас, вот, очередной новый челлендж, к которому мы пришли для себя, это в онлайн-режиме все происходит вот каждый день, да, то, что я говорю, одно дело, мы разработали программу, мы сейчас одну хотим запускать. Нам начали звонить родители со словами, нет ли у вас вообще программ, чтобы я мог своего ребенка к вам привезти практически так и на неделю оставить. То есть, так называемые лагеря. Это лагерь, это когда программа с нашей стороны, у нас у музея такой опыт был уже год назад, это когда ребенок может приехать с утра, его привозят, и он в течение всего дня у нас получает образовательную программу. Но не только в нашем музее, а также есть и выходные в другие музеи, и там, и питание, и, в общем, все это вот такая вот красивая история. Все было бы ничего. Но у нас же остановились все, а направление у нас же не только в музей встало. Мне точно так же сейчас с нуля нужно теперь разговаривать с ресторанами, мне нужно идти снова к музеям и спрашивать, готовы ли вы нас принять. То есть, мы в сотрудничестве работаем, да, не только на себе красиво, как говорится, да, мы контактируем со всеми музеями. И это все получается, получается, короче говоря, что мы должны этот фундамент выстраивать по новой. А какого возраста детишки могут участвовать? Ну вот программа лагерей от 10 лет. Сейчас у меня вот идет интересное наполнение, как раз 11-12 лет. И без всяких дополнительных, вот я говорю, и там рекламы всего, просто звонят в музей и спрашивают, вы можете нам такое предложить? Я говорю, конечно, можем. А я залез на вашу страницу в Фейсбуке, вот у меня просто вопрос, откуда у вас бивень-мамонт в вашем музее? Можно знать, которому 13 тысяч лет или сколько? И Шля, какие самые старые? Ну, поменьше, да, чем нам с вами. Да, и какие самые старые головные уборы у вас тоже заодно? Про бивень расскажите. Ну вот, значит, бивень-мамонт – это абсолютная какая-то вообще фантастическая, космическая история. Как раз она началась у нас до того, как мы ушли на карантин. Мы не успели с нашим бивнем гордок, что называется, пройти, выступить, за то мы теперь с ним будем выступать. Ничего, раздался звонок в один день от хозяина нашего музея Кирилла Бабаева, который сказал, говорит, сейчас в нашем музее появится один новый маленький экспонат. Ну, ничто не предвещало, да, что это за экспонат. Он говорит, вы, главное, не пугайтесь, Александра, не волнуйтесь, сейчас мы вам его привезем. Я до сих пор помню, вот это, ну, у меня администратор еще рядом был, говорит, что надо было видеть мое лицо, когда открылась дверь, и занесли настоящий бивень-мамонта, вот, весом более 91 килограмм. И у него, это крупнейший, в принципе, бивень в странах Балсии сегодня. Я только спросила, я сказала, а где же мамонт, ну, что называется, да, где сам мамонт, продолжение. Вот, но это такой совершенно, конечно, по сути своей уникальный экспонат, и чем мы особенно с ним будем гордиться, мы не будем его убирать за стекло. У нас с этим бивнем уже, как говорится, вот он, когда у нас появился, у нас как-то дела, как говорят, стали налаживаться. Естественно, наша легенда гласит, что посетители, которые придут к нам в музей и потрогают, погладят этот бивень-мамонта, у них будет все хорошо, и все невзгоды их обойдут. И даже этот коронавирус их не затронет. Да, Кирилл Бавай, кстати, не раз был гостем в нашей студии, очень интересные у нас беседы с ним были. Да, вот, так что мы очень рады, мы ждем, мы ждем и детей, и семьи, и родителей, и приходить просто компаниями, и можно теперь с этим бивнем фотографироваться. А меня поражает, где вы место находитесь? То есть, вот, говоришь, еще все больше и больше экспонатов, а там ведь места-то не прибавляется. Я бы сказала, что экспонатов, даже если их не больше, то их размер внушительно увеличивается. Вот здесь вот уже история, ну, не просто, не просто. Вот у нас сейчас этот бивень находится еще в состоянии, как я говорю, лежачим. Он у нас еще не выставлен так, как мы хотим его выставить, потому что, на самом деле, такой огромный бивень, вы еще нужно придумать, как его преподнести. Да, но мы, на самом деле, уже это придумали. И это у нас будет маленький такой вот хитрость. Я думаю, что в ближайшее время буквально мы сможем это сорганизовать, и к концу лета он уже будет у нас выставлен так, как вот мы задумали. В общем, стенки, как говорится, тоже можно растянуть. Стенки, да. Вот. В этом году вы, насколько я понимаю, впервые устроили выездную выставку, да, в Далгурпелс? Она случилась? Нет, у нас две выставки выездных. У нас даже две. Первые, да, это для музея был совершенно новый шаг, новый виток в развитии музея. Музей стал организовывать выездные выставки в государственные музеи. И вот мы очень успешно выехали в Далгурпелс, и мы выехали в Венспелс. Но 16 марта 2020 года, я не знаю, понимаете, вот вроде не хочется про это говорить, но все время мы возвращаемся к этой истории, насколько плотно она проникла во всех, как говорится. Вы прокрановилась? Ну, естественно. Ну, естественно проникла. Потому что выставка, потому что выставка, мы, конечно, все это собрали, все это красиво вывезли. И буквально очень жаль, что это достаточно мало времени действительно отработало. И знаете, самая ведь ситуация еще в том, что мы все как музеи, у нас есть свои планы и графики. Мы не можем, даже при большом желании, вот если я привезла выставку, продержать ее еще полгода. Ну, может быть, это исключение из правил, но в принципе все очень регламентировано, особенно с государственными музеями. И вот, собственно говоря, как мы это все вывезли, там первые две пару недель это поработало, людям очень нравится все это. Но в Венспелсе мы еще стоим до конца июня. Так что приходите, по крайней мере, в Венспелс можно сходить в музей и посмотреть на нашу тоже выездную экспозицию. А нам вот звонят, давайте попробуем звонок принять. А мы вас попросим наушники. Да, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вы знаете, мне очень нравится ваш музей, я у вас дважды был, вот не знал, что у вас есть бивень мамонта. Да. Но у меня вот такой вопрос. Вообще, вы в курсе, что вывоз бивней мамонтов за территорию Российской Федерации запрещен специальным законом? И, как бы, я так понимаю, что ваш владелец просто приступил к закону Российской Федерации. А может, это нам же не из России, возможно. Может быть, не из России. Может, это латвийский наш мамонт. А я вот хотела вам... Да, здравствуйте, спасибо за вопрос. Я вот как раз хотела ответить, что этот бивень находился на территории Латвии. И уже давно, уже много-много-много лет. Вот, его в начале еще, как говорят в прошлом, в начале 90-х годов его привезли сюда, в Латвию. Поэтому никто из России ничего не вывозил. Законом мы не приступили. Вот, и это просто действительно такой уникальный артефакт. И поскольку Кирилл очень увлекается сейчас не только головными уборами, но вообще у нас есть такая идея и план на будущее. Вот, он, когда путешествует, еще помимо головных уборов, тоже приобретает какие-то уникальные предметы. И разговор уже стоит о том, что, возможно, в будущем мы сможем такими артефактами пополнять нашу коллекцию и разнообразить. Это тоже будет по-своему уникально и интересно. То есть, помимо головных уборов дадим артефакты. Так что у нас все в порядке с законами. В общем, мамонт местный наш. Мамонт местный, между прочим. Да. Ну, давайте немножко про шляпу расскажите. Это понятно, что там всю экспозицию описать у нас 8 минут остается. Я вкратце. Ну, вот какая географическая, временная вообще эпоха представлена? У нас весь мир. Скажу скромненько. У нас весь мир, и этим наш музей уникален. То есть, в принципе, у нас можно очень много и очень много историй, которые можно изучать благодаря головным уборам. Кирилл объездил более 150 стран. Вот, и такие коллекции он собирает уже более 20 лет. И мы очень гордимся, действительно, нашей коллекцией. И к нам приходят люди, и действительно много что узнают нового через головные уборы. Потому что по головным уборам многое, что можно понять. И это интересно в направлении, как и в моде, в культуре, в искусстве. То есть, есть везде, где зацепиться. И действительно, вот люди говорят, да, что приходят, получают удовольствие. Это правда. Потому что у каждого головного убора есть своя история. И в музее их на сегодняшний день у нас порядка 350. Да, то есть, если вы приходите, ну, рассчитывайте какое-то время, там, какой-то час, да, провести. И у очень многих головных уборов есть даже свои легенды. И вот это вот как раз я приглашаю наших будущих гостей приходить, и наши администраторы с удовольствием расскажут. Вот я хотел спросить, потому что понятно, что без рассказа, без какого-то вот комментария, может быть, что-то можно упустить. Ну, для этого вот я как раз, как это говорят, вишенка, да, на торте, приглашаю лучше к нам прийти и послушать, да, эти истории, потому что их действительно много. А как это сделать? Они уникальные. Как это? Нужно заранее договариваться? Вы знаете, у нас есть две опции. Во-первых, первая основная. Конечно, к нам можно просто прийти вот в те дни, пока, когда мы работаем, да, это вот с четверг, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Но у нас также есть и телефон, и e-mail, по которому можно с нами связаться и вообще договориться на время, когда наши администраторы могут уделить отдельное время и рассказать уже, провести экскурсию. И еще мы интересны тем, что у нас наши вот именно рассказы, да, что это действительно не только для взрослых, но и для детей. Это действительно познавательно, и можно узнавать через головные уборы и географию, что сегодня, понимаете, у нас и историю, это же святое святых, как говорится, потому что мы все знаем, как сегодня с информацией, в принципе, трудно. И билингвально мы работаем, конечно. У нас очень большая латышская аудитория, мы очень этим гордимся, мы очень рады с ними работать, поэтому у нас... Вот по поводу этих вот удивительных еще вещей на столе, потому что времени совсем мало. Я по-быстрому, да, быстренько. Ну, у нас вот среди экспонатов есть африканские вот такие вот маски. И опять-таки хотела показать, что, чтобы быть много со временем и дать какую-то уникальную историю для нашего музея, вот такая забава, да, всего-то вроде кажется, что это прищепка, да, и на которую разработан вот такой вот рисунок графический. А история в чем? К нам можно прийти, купить вот этот маленький, приобрести вот этот небольшой в черно-белом формате рисунок, прямо сразу после экскурсии сесть за стол, вам администраторы дают все рабочие инструменты, для этого вы разрисовываете, они вам параллельно рассказывают историю небольшую про эти маски, которыми вы занимаетесь, и вот с таким вот милой штучкой вы уходите. Прищепочкой, да. Это, как мы называем, это театр на прищепках. Да, действительно. Ну, это очень милая история, и интересно, что дети, вот видите, черепушка даже, да, это мы взрослые, может быть, я скажу, что, ну, мне вот там черепушки, маски, ну, прям так скажем, на любителя для детей. Это вот чем, мне кажется, страшнее и пугающая история, тем больше детей на это. Перед лигой актуальная история, правильно я понимаю, что вы организовывали цикл занятий по изготовлению латвийского венка, причем он назывался Лелвардский, по-моему, вино. Да, это вообще история, мы еще не организовывали, мы только ее запускаем. Да, будете организовывать. И вы знаете, это тоже, опять-таки, идет в ногу со временем, с учетом сегодняшних условий. Туризм, в принципе, как таковой международный, сейчас у нас встал, и мы понимаем, что у нас сейчас идет Прибалтика, да, и вот мы очень долго думали, что мы можем дать и местному, вообще местному здесь жителям, да, и не только из Латвии, но и Литвы, и Эстонии, чтобы они могли к нам приехать и как-то себя поразвлекать. И вот мы придумали, вообще это подарок для нас, что мы нашли эту уникальную женщину, которая работает по традициям головных уборов, она сертифицирован международный специалист, и вот она к нам, теперь у нас музей, будет давать этот класс, и я приглашаю не только любителей этнографических головных уборов, да, именно пройти этот класс, но и вообще людей, которые любят что-то создавать руками, потому что там все равно сама теория и сам процесс, да, это ручной процесс, это довольно интересно и необычно. Да, но это перед Лигой, думаю, очень актуально. Сейчас время как раз полетения веков. Мы об этом и подумали, да, и мы сейчас, это как у нас пробные, первые вот это вот программы мы посмотрим, но я уже скажу, что интерес уже есть. А я помню, что были программы очень интересные там по поводу заваривания чая, чайных церемоний, они продолжатся? Вы знаете, это все продолжится, но теперь это уже сейчас в процессе реального времени, потому что, я говорю, нам, мы вынуждены все практически создавать по-новому. У нас есть программы, которые работали до этого, но сейчас нужно узнавать, кто сохранился, кто работает, какие условия сегодня, да, потому что действительно немножко все поменялось. Где вы находитесь, напомните? Мы находимся в самом центре города Виллендес, 7-12. То есть там в районе Югенстиля как раз-таки шикарно. Ну, конечно, в районе, в самом красивом районе города Рига. Да, безусловно. Конечно, безусловно. И у нас еще интересный момент короткий, да, что можно просто гуляя по этому району к нам зайти, и наше маленькое ноу-хау. Даже если вы были у нас в музее, и не хотите посещать музей непосредственно, вы можете пройти вот эти наши экспресс-классы и просто поразвлекать себя и свою семью. Полчаса, и вы выходите с каким-то сувениром и подарком. Приходите в гости. Спасибо. Спасибо. Директор музея головных уборов Александра Чудновская была у нас в гостях. Удачи вам, оживайте и процветайте. Да, спасибо вам большое. Всего доброго.